На внеочередном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов большинством голосов лишили мандат Алексея Никитина, что вызвало общественный резонанс. Вот как прокомментировали решение депутатского корпуса глава столицы Евгений Кадышев и исполняющий обязанности прокурору города Чебоксары Денис Антонов. Здесь не было никакого политического заказа. Мы все депутаты или лица, замещающие муниципальные должности, так нас называют в соответствии с законом, в соответствии с законом номер 46, закон Чувашской республики, подаем декларации о доходах каждый год и подаем эти декларации в управлении по общественной безопасности и противодействию коррупции главы Чувашской республики. По отношению к Алексею Владимировичу Никитину была проведена проверка. Во-первых, была инициация прокуратуры. Они проверяли всех городских депутатов, и это все знают. В их числе был и Никитин, в числе этих депутатов, которых проверяли у нас 43 депутата. И было отдельно по Никитину написано обращение граждан. Управление общественной безопасности и коррупции при главе провело проверку и выявило вот эти недостоверные сведения у Никитина, которые оказались в его декларации неполными и недостоверными. В частности, доходы за три последних года и расходы депутата Никитина и его супруги отличались во много раз. И было более десятка счетов, в которых было не указано. Ну, на этих счетах находились определенные большие суммы денег. Это тоже было не указано. Депутат Никитин отказался от комментариев, на что был составлен в Управлении общественной безопасности акт. И сам депутат Никитин был ознакомлен вот с этой выпиской по результатам проверки. Состоялось собрание, на котором депутаты проголосовали. И депутат Никитин теперь сложил свои полномочия. Прокуратурой города Чебоксары проведена проверка соблюдения законодательства при предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и об обязательствах имущественного характера депутатами Чебоксарского городского собрания депутатов. В ходе названной проверки выявлено нарушение требований закона при предоставлении справок о доходах 25 депутатами горсобрания. Названная проверка проведена во исполнении требований организационно-распределительных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокурора Чувашской Республики. И не связана с политической деятельностью кого-либо из депутатов, в том числе депутата Никитина. В отношении депутата Никитина проверка проведена администрацией главы Чувашской Республики и ее результаты вынесены на рассмотрение Городского собрания депутатов 12 сентября 2019 года. В отношении остальных депутатов проверка продолжается.